поездка в одессу ой-ой-ой-ой-ой были на сзади я уже не могу а кто-то все проспал ничего можно будет посмотреть на запись еще одно дтп очень похоже но тут я уже не успел включить камеру еще одно дтп это уже третье дтп за последние наверное 15 километров дорога очень скользкая еще один тоже 4 но тут такие легкие последствия просто в сугроб ушел вот уже солнце вышло уже свет виден так чтобы в ночах не писать под фонарями раньше я заходил ночью на заправку но так как сейчас режим пандемии не сильно туда зайдешь и в маске не поснимаешь неинтересно сегодня мы едем в одессу сегодня новая тема сегодня видео о корейских автомобилях очень огромное количество было в комментариях чтобы записали это видео сейчас сижу вот как раз отвечаю на комментарии и очень много в комментариях идет что хотим именно корею я же растерялся честно говоря ну вот есть места где одни сплошные комментарии без разрыва давай корею с учетом того что это смотрели до конца это было самое последнее то я сказал что я сказал об этом понимая что до этого места мало кто досмотрит хотя нет ну здесь на самом деле очень много досматривает ребят огромное вам спасибо что досматриваете действительно видео до конца тут от души а вот я просто не ожидал вот сижу даже перебираю и вот даже снова через два комментария есть корейская машина меня как-то опять хочу узнать состояние в той корее да будет интересно и вот это все про корею а это было на последней минуте видео и так что же такое корейский автомобиль действительно ли у них скрученные пробеги действительно ли все автомобили из под такси и вообще когда заказываешь привозят не то что нужно во всем этом разобрался я сам и детально по каждому моменту я вам расскажу об этом сегодня короче классные истории не получится машину уже достали с контейнера пока мы привезли вон контейнера вот машина ну в общем то так можно было и в киеве снять ну да ладно идем всем привет из солнечной одессы в киеве сейчас говорят прохладно тут уже солнышко классно сейчас покажу для чего мы здесь вот такое вот корейское чудо hundai tucson 15 года мы его правда ждали практически три месяца но машина в очень изумительном состоянии детально будет уже у нас все на канале сейчас у нас александр его поснимает и все детали можно сейчас наблюдать backstage как она как она происходит вот то что вы видите за кадром в вернее не за кадром а на мониторах в ю тубе вот это все делает вот этот человек последнее время но сейчас про автомобиль машин 15 года как я уже сказал достать с контейнера снять мы его не успели но мы уже приехали когда его уже достали тут интересно тут всякие креветки зонты и прочие личные вещи но детально обо всем на канале история у нас началась еще в октябре месяце когда один из наших экспертов решил себе сменить автомобиль он решил продать свой туран и заказать себе что-то другое долго мониторил америку но америка последнее время стало очень дорого и взять такое более-менее чего-то живое ну реально проблематично решили обратить внимание на корею и начали разбираться в этом вопросы значит автомобили из-под такси легковые автомобили solaris и оптимы и так далее вот как понять машина из такси или нет объясню значит по признакам в таксичном автомобиле первый момент вот внизу вместо такой мягкой ткани там лежит не пластиковая корыто а вот она покрыта пластиком такой знаете на похоже как в грузовых кадиках есть или в автобусах ну такое пластмассовое покрытие это первое отличие второй момент все таксичные машины идут с зеркальными солнцезащитными козырьками понятное дело что здесь у нас их в украине скручивают и снимают и продают уже без этих зеркальных козырьков но тем не менее один из признаков это зеркальные козырьки дальше на аукционе можно будет видеть фотографии от выгоревшие лицензии туда где она была приклеена на приборке снимаем лицензию остается такое пятнышко очень часто фактор есть такое что было что-то прикручено в виде радиостанции или же счетчиков все эти моменты они указывают на то что автомобиль из-под такси дальше еще один момент сидение у такси они сделаны из такого кожзама эко-кожа как они называют и строчка там такая ну не очень красивая или совершенно некрасивая у гражданских машин идет нормальная кожа и там идет ровненькая классненькая строчечка ну вот основные аспекты куда смотреть чтобы определить такси автомобиль из-под такси или нет и уже в частности здесь автомобили которые продают на рынке украины вот вам бесплатный совет не благодарите но нам нужно не оптима нам нужно не solaris нам нужно что-то из кроссоверов поэтому мы начали выбирать автомобили которые были либо из подчастников либо же из под охранных компаний на аукционе это все тоже видно кстати что касается аукционов аукцион в корее он идет буквенными обозначениями там есть несколько букв которые определяют первое автомобиль был битый или не был битый а дальше идет буквенное обозначение насколько он тяжело был в дтп или же нет хорошо он отремонтировал не очень то есть по понимаете буквенное обозначение можно сразу же понять какой степени автомобиль еще до и момента его осмотра в момент когда этот автомобиль просто поставили на аукцион потом стал у нас выбор о том кто же нам привезет этот автомобиль ну что есть много всяких компаний и вот здесь вот пошел выбор на тех кто самые интересные кто самые порядочные в конце видео я расскажу о том в какую фирму мы обратились и кто справился со всеми этими задачами основными аспектами почему мы выбрали именно эту компанию не другие стали ну отсутствие наверное таких придуманных платежей это типа погрузка автомобиля перевод документов но вообще на самом деле это все лапша на уши народы когда выбрали уже ну в нашем случае было порядка четырех автомобилей которые мы выбрали и пошли парни их осматривать так вот к осмотру осталось два потому что ну так как у нас тоже большой богатый опыт еще две машины мы отсели путем того что открываем багажника там все зацарапанное то есть где-то какие-то грузы возили и не очень все хорошо оставили два автомобиля которые должны были попасть в поле нашего внимания забегая наперед скажу что нам пообещали несколько автомобилей посмотреть на слово сколько несколько это 4-5 точно не больше мы осмотрим вживую те которые вы выберете ну так как у нас большой опыт мы выбрали максимальное допустимое количество к осмотру мы выбрали не 5 у нас всего лишь осталось 2 мы начали выбирать из двух первый автомобиль был очень красивый такой графитового цвета он сохранной компании красивый ухоженный не зацарапанный не классный но в момент осмотра по двигателю возникли вопросы а именно то как шуршала у него цепь то есть человек снимает на одну камеру один автомобиль и другой и слышно что у одного уже будут скоро большие расходы ну как большие замена цепи как минимум а у второго автомобиля такого ничего нет моторчик шептал и и все было классно никаких подтеков нет поэтому мы сделали выбор на черный ключи от этого автомобиля почему-то не было и вообще он на площадке которая продавалась стоял где-то в сторонке сложилось такое впечатление что эту машину кто-то себе уже отставил для того чтобы хапнуть и потом кому-то она могла достаться но мы настояли на том чтобы принесли нам эти все-таки ключи нам мозг компасировали порядка трех дней и в общем-то ключи были найдены и когда парень который осматривал русскоязычный кореец миша привет если будете смотреть это видео дождался все-таки ключей в назначенный день он еще ждал там порядка получаса пока их где-то там найдут в общем до последнего момента оттягивали но тем не менее выдали ключи запустился двигатель и моторчик шепчет основной из аспектов который был основным основополагающим назовем так вот это именно работа двигателя дальше там понятно было мелкие сколы царапины и ну всякое такое но мы не пожалели о том что выбрали именно этот автомобиль значит из обязательных платежей что такое обязательные платежи это стоимость самого лота на аукционе в нашем случае это было чуть больше 10 миллионов вон услуги дилера корейского кстати услуги дилера корейского и очень интересная тема здесь завязана еще и ответственность вот что такое ответственность я об этом скажу чуть чуть дальше потому что ну я как всегда люблю наступать на всякие грабли и здесь тоже была такая тема что был легенький косячок но об этом позже кстати отработали дальше по платежам идем у нас идет страховка у нас идет терминальный сбор в одесском порту услуги брокера дальше у нас идет по цепочке сертификация потом ну естественно таможенные платежи за все это дело и потом уже регистрация при регистрации надо учесть что от накладной таможенной будет три процента пенсионного фонда ну почему три потому что если допит 271 тысяч если мне не изменяет память идет цифра 3 процента 271-511 4 процента свыше 511 тысяч это идет уже пять процентов пенсионный фонд есть конечно у других компаний синхронизация с корейскими аукционами но эти парни не как мы пошли дальше то есть вот в канале telegram они все точно так же как мы в режиме в реального времени они показывают все действия то есть они делают такой же осмотр они показывают живой аукцион в общем нам это близко зашло и я точно знаю что она работает в этом очень тяжело спрятать какие-то там скрытые платежи вот как часто бывает то вот здесь все открыто все интересно telegram канал классные там моменты показывают какие лоты будут участвовать на аукционе то есть они отбирают действительно то что интересно ну на мой взгляд потому что всякие помои туда не выкидывать если они уже точно понимают что там есть какое-то царапанное крыло а по требованиям заказчика там должно быть целый кузов а он не совсем целый то эта машина не попадает на аукцион да конечно для тех кто хочет можете шариться выбирать посторонним сайтом что-то для себя но здесь парни заморочились дальше они работают над тем чтобы автомобили которые недостойны внимания скажем так которые точно по фильтрами попадают они не попадают в этот telegram канал ну у них сделала так то есть у нас идет большой список автомобилей и мы расписываем почему это попадает а почему не попадает к осмотру то у них есть лишь только то что они рекомендуют и вот грубо говоря несут за это ответственность вы купили автомобиль застраховали его и тут началось ожидание кстати по поводу страховки ну такой моментик нам обещали предоставить самую страховку но этой страховки нету до сих пор парни говорили а и мы там забыли а и мы где-то что-то там ну то есть вот такой вот один момент у нас то сне возможно они предоставят с такой парень пока не увижу не поверю но тем не менее обещали предоставить страховку и во всех документах и именно страховки не было возможно и никто не страховал но тогда у меня вопрос за что мы платили поэтому все-таки мы ждем документ про страховку может быть это уже будет после того когда это видео выйдет может быть да но на момент вот сейчас записи этого комментария этой страховки нет есть все кроме страховки автомобиль застраховали погрузили в контейнер пообещали вот с момента заключения договора грубо говоря неделю мы практически выбирали автомобиль мы его приобрели и оставалось еще там грубо говоря месяц пока эта машина дает сюда в порт одессы но как обычно как это очень часто бывает контейнер очень долго болтался возле берегов турции выдают специальный трек номер по которому можно прям в режиме онлайн и смотреть когда там где идет корабль по морю по океану и сначала баловались интересно было смотрели но это только первые несколько дней а потом грубо говоря раз в неделю заходишь смотришь по трек номера стоит возле стамбула окей пусть дальше стоит стоял там он очень долго потом он все-таки вышел пришел в порт одессы я очень хотел автомобиль заснять как его доставали но наша бюрократия не позволила этого сделать и автомобиль не был заснят когда он только доставали вас контейнер вот оно святое чудо приехала и сейчас мы быстренько быстренько заснимем финальную часть истории того как оно было изначально долго как долго я то знал что это долго будет но пока улыбался виде эксперимента но все классно хорошо шло замечательно но тем не менее приехала приехала это специально просили сергей наставил на то чтобы машину помыли мы ее специально не мыли для того чтобы показать какое оно есть какое оно приезжает на самом деле по моему ее сами и потом уже покажем этого красавца да ребята всем привет да меня зовут моисенко сергей мы занимаемся доставкой подбором авто из сша и южной кореи и у нас честь доставить автомобиль для ивана мы потом узнали когда он заказал уже раз что он является автоподборщиком именно на утреннем рынке украины ну хочу узнать отзывы ивана как общего машина что за машина расскажите уже вы 2 литра дизель 15 год по вину 16 по акционному листу без подкрасов был предоставлен подробный видео отчет от корейского представителя сергея макса русскоязычного я так понимаю человека корейца очень классно подробно могу даже кое-что взять взять себе на на вооружение перепроверю потом сам когда помою почему кореец почему потому что целый автомобиль с прозрачной истории обслуживания с видео обзором при покупке офигенно за эти деньги можно купить ничего ничего дизельного тауран тауран стоит есть тигуан можно даже напрячься дизельный плюс-минус нравится маленький багажника нет гольф плюс раздутый он же вот не нравится просто тигуан не нравится ну а как альтернатива я понял другого нет возникается ваши ваши коллеги очень сильно балованы нет наши коллеги они не балованы у них есть большой опыт и есть чем сравнивать когда человек выбирает у меня есть возможность поэксплуатировать разные автомобили все классно единственное чуть по по срокам не вписались но я так понимаю были предновогодние праздники китайский новый год сбои но ничего страшного целом брат ждал долго машина грязная некрасивая но уже как есть интересно примечательно то что вы достал машину с контейнера здесь есть еще остались корейские вещи виде зонтика креветок недоеденных регистратор не сняли ну в общем вот так как она есть так она сейчас парни поснимает потом пойду уже я подключу иван скажет сам еще стоимость данного автомобиля иван надо посчитать но плюс примерно 16 небольшим плюсом более чем приемлемый прайс вот самый важный вопрос вот вы знаете точно кто никак не вы знаете точно цены в украине вот 16 там вы говорите 16 копейкам сколько такой автомобиль правдивым пробегом хорошей комплектации модерн стоит в украине как вы думаете 18 плюс до 20 в зависимости опять же от состояния радость от получения автомобиля она действительно есть и машина которую выбирали но выбирали мы-то парни битые и мы понимаем на что нужно обращать внимание пусть даже по фотографиям выбрали машину удачную действительно вот я уже прошелся посмотрел ее классная интересная зачетная все офигительно мне все понравилось но есть один минус это сроки сроки это такое дело мы сторонники быстрого цикла сделки для того чтобы людям быстро дарить радость но здесь это такой первый пилотный проект я должен был сам убедиться как она с учетом того что другая компания понимает что они везут для компании и они точно понимают что будет высказана та правда которая на есть и ничего не будет скрыта и здесь я представляю как другим везут то есть я так понимаю что три месяца это еще не всегда так может быть и больше не могу сказать мне это первую по доставке автомобиля этот автомобиль без подкрасов без дтп я выбирал именно так для для себя и конечно по комплектации с климатом с камерой с лечевым доступом с рейлингами ну в общем все как хотел держите ваш ключ спасибо иван что доверились я надеюсь что будем сотрудничать и будем также пользоваться вашим услугам внутреннего рынка настоящие корейские зонтики да они часто идут вот или для дождя ключевой момент мы должны убедиться в том что комплектация автомобиля то что есть наличие вот пожалуй вы смотрели да вы ребята быстро вы все блин делал одним это самое конечно ничего не забрали с машины не регистраторов не зонтов зонты кстати часто не коробочек никаких в общем даже объекты от корейцев они тоже остались вообще обычно заказчики этого всего не видят потому как они дают уже чистые автомобили ну а мне было приятно понять вообще в идеале было бы классно достать машину из контейнера но мы не успели на этот процесс это было вчера поздно вечером вот этот коробочка называется волога погл иначе украинскую мову или же осушитель или же в общем то что в себя выбирает влагу я ранее нигде не встречал что парни так заморачиваются потому что реально машина едет по морю влажность там большая вот чтобы не был салон влажный они туда ставят вот такие штуки то есть прям в корее загружают в салон несколько вот таких штук и потом влага там конденсируется собирается и по итогу машина приезжает сухая те зрители на канале которые есть давно не знают что рекламы на канале у меня нет сегодня наверное будет первый момент когда будет реклама и реклама ту скорее интеграция коллаборация действительно очень хочется сказать что есть парни подобные нам которые отвечают за свои действия ну конечно за исключением только сроков по доставке но я подписываюсь под это я понимал что не везде все так хорошо потому что есть большой опыт но в остальном в сервисе в подборе в лояльности в оплатах в сроках тех от которых зависит вообще ну на высоте мне понравилось приехал к сельпо на выдачу автомобилей которые и подбирали парнем кстати вижу петр который выбирал нам автомобили пойду с ним пообщаясь хоть живую потому как я в принципе еще не видел петр привет наконец-то хоть ближе познакомимся ну вас я уже видел спасибо наконец-то увидел вживую как вообще дела по корее сейчас сегодня потому что в вашем режиме мне вообще непонятно как как вы можете сразу и смотреть и выбирать и я так понимаю у вас есть еще какие-то заботы как как вам это удается сегодня такой день что мы в одессе выдаем машины но и на аукционе хенде главе скупили еще два автомобиля сонату газовую и спорточ в смысле сегодня да сегодня утром 6 часов начались торги и где-то в районе 7-8 выиграли машинка пока мы ехали сюда на машине ну да я ночью аукционный день я не сплю успели достать машину с контейнера и еще и выиграть несколько машин в аукционе у нас ночью осмотр поэтому аукционный день я не сплю на утро клиенты просыпаются осмотр видят созваниваемся решаем ставки если состояние плохое отказываемся а соответственно сегодня две ставки наши сыграли выиграли хорошие две машинки в корее что делать людям какой должен быть порядок действия тем людям которые захотят купить автомобиль через адвайзер ну наверное сегодняшний все очень просто подписаться на мой телеграм-канал потому что еще в двадцатом году я скажем так задал ритм всему корейскому направлению создал телеграм-канал именно туда перед каждым аукционом я закидываю те машины которые выставлены на продажу каждую машину снимаю отдельным видео показываю пробег показываю оценку аукциона аукционные листы делаю расшифровки поскольку на сайтах все на корейском показываю листы прохождения техосмотров страховые истории это на рынке не делает никто Друзья, следующий лот 923 автомобиль Чонды Тусан 2 литра дизель комплектация модерн и 2015 год она по шильдику Давайте проверим просто сейчас я уже полчаса жду в своей очереди когда начнем снимать Да, автомобиль у нас сейчас вот посмотрим аукционный лист на старте она 7900 по кузову показано что она вся целая небольшие сколы но давайте смотреть что в ней есть ничего нет значит внешнее состояние друзья отличное микро сколы микро царапинки есть по кузову но это все нормальные следы эксплуатации да вот такого характера сколы здесь здесь скольчики есть от них никуда не деться так смотрим резину состояние отличное диски у нас 17 без повреждений левая боковое зеркало посмотрели правая тоже без повреждений микро царапки есть нужно полировать небольшая дента но серьезных каких-то повреждений по кузову друзья нет абсолютно оптика вся живая и давайте пробьем толстяномером посмотрим что по лакокрасочному покрытию вот такие микро царапины микро сколы по контуру двери но в целом выглядит неплохо давайте смотреть что по лакокрасочному покрытию конечно же с 20 года еще в марте месяце я запустил телеграм-канал уже многие стали копировать но многие начинают и когда понимают что крутить пробег намного лучше эти телеграм-каналы вайбер-каналы закрываются как но друзья реально большой плюс в том что вы можете зайти абсолютно бесплатно увидеть какие реальные машины какие там реальные пробеги и что самое главное есть стартовая цена учитывая стартовую цену я считаю сколько она уже стоит на старте уже в украине на номерах с первым то с гарантией на год и в конце каждого видео я говорю какой плюс-минус надо запас чтобы были шансы выиграть ту или иную машину поэтому каждый может зайти никому не надо звонить платить что-то подписывать зашли посмотрели ассортимент посмотрели какое состояние есть подкрасы нет подкрасов предварительная аукционные акционные листы расшифровываю и рассказываю что уходит комплектацию говорю что по пробегу и говорю в каком диапазоне может получиться та или иная машина человек уже не тратит свое время на звонки никому ничего не платит посмотрел и принял для себя решение стоит рассматривать или нет в общем да на протяжении трех месяцев у нас она приблизительно так и было вот реально подтверждаю у нас этим занимается ну грубо говоря целый дел мальчиков и девочек а вот в адвайзере этим занимается петр но у них немного по-другому у нас выбор нам нужно отсеять дофига лишнего а среди целых автомобилей это делается чуть по-другому кстати петр выбирает только целые автомобили адвайзер интересен тем сейчас секундочку они не занимаются чуханными автомобилями слегка аварийными вот машина целая вот только целая которые вот такие или вот такие машины которые не требуют в принципе вложений вот направление вот тезис адвайзера да ну извините перебивал вас мой лично принцип битые какие-то конкретно шпаклёванные сразу нет я на этапе консультации с клиентами всегда говорю если машина нравится вам вы готовы торговаться но она не нравится мне при всем уважении торговаться не буду есть клиенты которые даже на конфликт со мной выходили потому что он дачку нравится им но не нравится вам это речь о битых машинах или да это битых то есть и мы договоримся сразу машина может иметь подкрас машина может иметь мененое крыло или дверь на силовая все швы герметики контактная сварка заводские то есть я понимаю что по страховке по ним поменяли какой-то навесной элемент силовая целая для меня это самое важное потому что но давайте будем честнее основная сумма за которым мы платим автомобиль это безопасность как-никак не ну никто не хочет битки но есть конечно определенный континент людей но по корее смысл покупать биток если ты можешь нормальном бюджете купить целую машину поэтому при всем уважении говорят говорю друзья как есть есть еще один немаловажный фактор это основная причина почему мы не занимаемся америкой во всем этом выиграть на аукционе доставка оформления документов есть еще хитрая составляющая как ремонт и я стараюсь вот своих заказчиков оградить от ремонта как такового у вас я смотрю тоже направление соответственно то что мы наметили три месяца назад я думаю она будет шагать расти дальше будем сотрудничать дальше потому как ну я лично для себя понимаю вот где-то там на заднем плане стоит наш грязный автомобиль который мы еще не помыли и это только первый который мы с вашей помощью вы цыганили или выкупили или же взяли какое правильно слово подобрать не знаю правильно выбрали наверно потому что выбрали реально честно выбрали то что хотели все платежи прозрачные думаю вы об этом расскажите во сколько никаких моментов не было хотя на сегодняшний день на рынке тех компаний которые доставляют автомобили с южной кореи кроме того что крученные биты есть еще куча левых платежов которые к сожалению не идут за тот автомобиль который здесь люди становятся заложниками ситуации особенно после проплаты самого автомобиля когда появляются некие дополнительные платежи это вот то чего я говорил самого начала будут ли если будут я акцентировал внимание что это будет уже на стороне адвайзер они говорят окей парни будут дополнительные платежи это наша тема и действительно дополнительных платежей не было то есть в данном случае у меня в практике это первая реклама которую я хочу сделать как рекламу не потому что вот эта реклама потому что это добрый честный отзыв и хоть она как бы длилась вместо обещанных 45 дней 90 но тут фактор от которого вы не совсем зависите доставка на сегодняшний день но к сожалению мы на это повлиять не можем но слава богу у нас доставка осталась по самой низкой цене на рынке сроки как и у всех для для понимания скажу вам на сегодняшний день в адвайзер авто в жаркий сезон ноябрь декабрь январь и февраль 1200 долларов экспедирование и весь фраг на рынке люди 1900 платят как бы просто у кого-то меньше практики у кого-то объем не позволяет кто-то нашел может дешевле но клиент все равно платит больше потому что отсюда и мы говорим за скрытые платежи поэтому после покупки каждого автомобиля клиент в тот же день получает расчет по всем платежам машина столько аукционный сбор столько услуги столько несколько растаможка столько и как бы с этих платежей никогда не выхожу это тоже мой принцип как бы если мы договорились с клиентом на ставку допустим 17 тысяч долларов выиграли машину мы дешевле видео торгов я обязательно предоставляю если мы допустим поставили там 12 миллионов он выиграли за 11 значит машина уже выходит дешевле переводим все по курсу подайте платежи все считаем и как бы все прозрачно ну некуда прикопаться и нету каких-то платежей на руки таможню допустим платим на таможню на сегодняшний день уже много машин передал в этот период когда я в одессе вот самый важный момент таможню как делают делят на два платежа растаможка автомобиля допустим стоит вся две тысячи гривен они говорят таможня вашей машины 80 тысяч 52 платите на таможню остальное мне на карту я за вас доплачу но вы понимаете где эти деньги остаются но это вы знаете только две схемы я их знаю гораздо больше я говорю то что самое актуальное по корее очень много людей об этом пишут и для них это нормально то есть многие входят доверие но друзья проверяйте все сейчас есть свободном доступе и потраченные 1 2 3 часа времени сэкономить просто ваши деньги вот и все реальный честный отзыв он действительно вот такой вот все что рассказал петр она действительно вот так вот да где-то какие-то были больные элементы больные больные как правильно сказать и все оно связано с задержкой груза а в остальном мне понравилось о парнях информацию telegram сайт нужен не нужен можете переходить на сайте есть ролик по процедуре я объясню почему telegram я сначала тоже был сторонником того что дайте мне не телеграм а дайте мне живой телефон но по телефону это одно общение а в телеграм канале но там происходит целая жизнь там торги там всякое в общем вся мысль у даже вот проснуться в пять утра и поучаствовать в торгах это все равно что вот когда кто-то там спешит на отдых там где-то попасть и в три часа ночи встать полететь на самолет ощущение приблизительно такие же я думал что я там забуду где-то там просплю буду вставать нифига вот так вот проснулись нормально глазки открылись даже кофе не надо главное не выключать телефон петр наберет разбудит самое интересное что за весь вот этот вот трехмесячный этап я его не назову легким потому что как оно должно быть есть определенные стандарты и опять-таки акцентирую внимание здесь пошло мимо лишь только то что парни не вклеились по срокам не зависящих от них а так в общем мне понравилось все ссылочки внизу мы поехали в сторону киева всем пока рад был видеть люди на заднем плане это все люди которые участники самого процесса где-то тут есть те кто купил автомобиль есть те кто участвовал в доставке автомобиля из адвайзера здесь четыре человека представители это один тот который принимал сам пётр который нам выбирал это парень которого я знаю по видео сергей это руководитель этого направления и их не оператор игорь его по-моему зову а все остальные это реальные живые заказчики вот те которые стоят на заднем плане у меня за плечом это все люди приехали за сегодня у них выдача четырех автомобилей один из них наш с учетом того что корейские автомобили практически никто не стандартизирует для постановки на учет то едем в одессе сразу на укрытая стандарт этого не делает и делают только ровно и все ну пока это типа законно не факт что это будет до конца но вот и корейские автомобили у нас тяжело сертифицирует мало кто их сертифицирует поэтому мы приняли решение сделать это в одессе пока это можно и вот едем на сертификацию не виноватая я он сам прилетел сейчас покажу сейчас заскочу к парням в умань но это ближайшее место где знаю где можно заделать сколы и пока не попала туда водичка есть очень большой шанс того что это получится но посмотрим через два часа узнаем пока пробую не пользоваться стеклоочистителем потому что если туда попадет вода то невидимым сколом уже не получится сделать а так есть очень большая доля вероятности того что он будет целенький пробуем едем специально ничего не мочили вот как выехал с одесса старался держаться от всех машин подальше у вас бачка шули его вправо отлично поползла в бачу 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 есть вероятность что она не будет держаться за сверлим потому что тут печка прогревая заяться все знаю засверлим и робому зробому классно не зробому ничего страшного заменим скло но тут без полного педе гриву так что можно сказать что мы не по счастливу я когда-то с одессы ехал на жигулях дай бог памяти какой-то 90 не помню то ли второй то ли третий год и выезжаю с одессы и ну вот приблизительно на том же месте мне попадает камень стекло и там стояла каленое стекло но рассыпается а еще идет дождь со снегом я куда не заезжаю стекол нигде нету и вот так вот до киева я ехал без лобового стекла замерз просто караул у нас такая самая ситуация была у батька который же такой шторкой прикрывал и зиты в машине виттеры я так ехал я одел у меня такая кенгурушка была одел один капюшон одел куртку второй шапку потом я вспомнил уже под киевом что у меня какие-то очки есть я уже был в очках мы уже приехал вот такой как находясь командировки в чужом автомобиле я разбил стекло так как у нас компании работает правило если сломал то починил то вот по дороге в киев мы занимаемся сейчас переверну камеру тем что у одного моего давнего знакомого кстати уже сколько все семь лет мы уже знакомы и вот и вот наконец то я заехал по именно работе по направлению романа и сейчас мы эту штуку будем спасать скол скол довольно большой но тем не менее сейчас будем пробовать конечно может быть такое что пойдет дальше трещина и придется менять стекло но пока пока есть надежда то что его починят так ну вроде бы можно трещинки засверлить клей зашел это хорошо но вона не дает результаты стопроцентного если клей заходи воно будет держаться но но то что мы его не промывали это классно да это очень хорошо это в основном самая я это пометаю честно кажучи даже самый паскудный когда приходишь прийду к клиенту он тут стоит и ему рассказываешь все каже заезжай и он так заезжает и все у тебя впал ну неужели не можно было чуть чуть потерпеть и грубо говоря но мы тут с одессы ехали у нас все хорошо каждый скол по своему мае свою свою грубо говоря характеристику щось попадает тверде велике мягке то есть все воно мае по-разному и и сделать такой скол как делается от камня немного таки сложно потому что если взять молоток то вот такого не делаешь это без вопрос о это кстати не получилось вот тут вот оно о это вот такой вот так делается реклама сначала снимаешь целое стекло конец процесса а потом разбивается стекло типа вот с таким человек приехал с таким поехал и люди думают что так получился максимально качественный грубо говоря так вот здесь да, это точки при ударе получается осталось два скола ну если присмотреться то видно место ну я понимаю просто куда-то смотреть ну так оно и останется да, ремонт заключается в том, что заливается фотополимерный клей фотополимерный клей максимально устраняет скол максимально маскирует и держит чтобы не пускало в дальнейшем тричины но поскольку это где есть ремонт ну с новым сколом конечно не сравнишь вот максимально сделать чтобы оттянуть замену кто не знает куда смотреть то и не не на корею на корею часть ответа была кто невнимательный я повторю значит америка это в основном битые машины можно найти целые но это целая история за ними идет большая охота европу мы умеем сами но в некоторых случаях европа получается дороже здесь был эксперимент именно привести корею так вот по корее мы получаем что дизельный автомобиль чего сложно сделать в америке в америке тоже есть дизельные машины но их там немного там основной вид топлива это все-таки бензин а в корее дизельных вот большой вагон и маленькая тележка кстати про газовые автомобили сейчас к нам еще плывут газовые машины чисто газовые если интересно пишем в комментариях запишем еще видео на газовые автомобили и что это такое так вот здесь основной аспекту что это дизель плюс еще это корейская сборка которая по факту она действительно ну на мое восприятие она отличается от того что есть на нашем рынке украины следующее это все-таки целый автомобиль имеется ввиду гарантированно целый автомобиль почему гарантированно потому что есть видео подтверждение этому и естественно третье выходящее из второго как я уже сказал видео подтверждение то есть парни научились делать осмотр машин всех таких моментов которые будут критичными скажем так им можно написать что я хочу посмотреть это значит здесь очень важный момент у парней есть слегка ограниченное время то есть очень сложно эти машины смотреть так как смотрим мы когда у нас времени грубо говоря может быть около часа на осмотр автомобиля там такого времени нет но все равно основные моменты аспекта не пробегают и что я считаю очень немаловажным в видео я ранее говорил о том что при погрузке там чуть-чуть поцарапали кузов то есть есть царапина на кузове есть мы уже потом сделали фото-видео фиксацию если найдем в архиве я приложу так вот за вот эту царапинку на полировку они нам выдали 100 долларов чего в принципе хватило за полировать эту царапину и еще осталось денег на попить чай назовем это так то есть денег хватило скажем так несут ответственность после этого случая сергей руководитель компании двазер авто они придумали наихитрейшую хитрость как я это называю они сейчас автомобили уже упаковывают жесткую пленку перед погрузкой в корее его затягивают пленкой и только после этого груза то есть если где-то что-то поцарапают то поцарапают пленку а сам кузов останется целый по опыту могу сказать ранее уже я в косвенную рекламировал людей вот например когда мне ремонтировали электронной гидравлическую муфту haldex кто не видел видео я вот здесь вот оставлю посмотрите так вот парни даже несмотря на то что накосячили исправили свои ошибки я о них оставил номер телефона так вот поток звонков к ним был хороший вот недавно заезжал моторчик себе делать и кстати мне тогда говорили поменяй мотор я нет нет мотор не буду менять потому что вы меня хотите денег по нам не заработать но как бы там ни было как они предрекали этот моторчик кончился но видео не об этом видео о другом я говорю о том что после выхода вот этого наверняка случится так что будет у парней с адвайзера ну такой перезагруз по заявкам также было и со светом кто не видел видео свет за 300 долларов вот оставлю ссылочку можете пойти посмотреть уже через пару дней при условии что к парням дозвонишься еще попробую к ним дозвониться так у них на тот момент уже было расписано все на месяц вперед спасибо что смотрите спасибо что доверяете вот здесь я понимаю что может быть та же самая тема так вот с учетом того что мы устраиваем некую коллаборацию вы смело можете звонить как туда так и к нам ну просто понимаете что если дозвонитесь к нам у нас то людей больше на прием звонков чем у них и мы в любом случае эту заявку сделаем так чтобы она дошла под нашим контролем до логического завершения к тому же у нас есть офигенно большой опыт выбора автомобилей на расстоянии и это согласитесь ну такой опыт немалый потому что куда смотреть на автомобили которые находятся где-то там и как понять по фотографиям по звукам которые есть более во времени ограниченном у нас в этом есть опыт как бы там ни было можете обращаться и в адвайзер можете обращаться и к нам в любом случае без внимания не оставим друзья вот такая вот была очередная история нашего выбора автомобиля правда выбора не совсем нашими руками но мы прошли через вот эти вот я не назову это 9 кругов ада это была реальная живая история такая как она есть со своими плюсами со своими минусами со своими недостатками она была такая какая она есть но с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дороге всем пока пока